Как расширить ограниченные возможности инвалидов, задумались в Пенсионном фонде России и решили оптимизировать процессы, связанные с образованием, трудоустройством, получением пенсии, других мер поддержки. Пройти реабилитацию, найти работу и трудоустроиться. Если раньше для этого нужно было обращаться в разные инстанции, то сейчас создан личный кабинет для людей с ограниченными возможностями. Попасть в личный кабинет можно через сайт фри. Людям с ограниченными возможностями он хорошо известен и расшифровывается как федеральный реестр инвалидов. Для этого надо обязательно быть зарегистрированным на портале госуслуг, так как нужно вводить тот же логин и пароль. Человек появляется в общем реестре сразу после установления врачами его инвалидности. Здесь уже указывается группа, которую ему присвоила комиссия. Информация о том, требуются ли ему дополнительные приспособления. Например, инвалидная коляска, трость, даже собака-поводырь. Из личного кабинета можно будет написать заявление на получение пенсии. Все это не выходя из дома, и процесс назначения выплат станет короче, так как все необходимые для этого справки специалисты пенсионного фонда могут получить из единого реестра. Пенсионный фонд, в этом также отведен роль пенсионного фонда, роль оператора. Ну, одновременно пенсионный фонд здесь, конечно, является оставщиком информации по многим моментам. Вообще, вот в этом реестре инвалидов, прежде всего, не только накапливать информацию о предоставляемых мерах социальной поддержки, будем говорить по всем направлениям. Здесь, значит, поставлена задача, чтобы наиболее эффективная была предоставлена государственная помощь в рамках, значит, лечения инвалидов, реабилитации инвалидов, восстановления их, в общем-то, максимального восстановления здоровья. Об учении и занятость людей с ограниченными возможностями – очень важная часть реабилитации. Через личный кабинет можно будет узнать всю необходимую информацию о перспективах образования и трудоустройства, о трудовых правах людей с ограниченными возможностями здоровья. Также на сайте можно оставить комментарии о качестве оказанных услуг в различных учреждениях, а при необходимости и пожаловаться. В 2017 году личный кабинет работает в качестве экспериментальной площадки, а с 2018 станет обычной практикой. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.